Здравствуйте! В эфире программа «Интервью» с вами Ян Ермешов. В это воскресенье православные верующие отмечают Пасху. Но в этот раз праздник пройдет в особых условиях. Со вчерашнего дня и до 30 апреля в крае, чтобы не допустить распространения коронавируса, закрыли для посещения все церкви и храмы. Также до конца месяца нельзя посещать и кладбище. Исключений не будет даже в родительский день. Почему пришлось пойти на такие меры и как все желающие смогут отметить Пасху и все же принять участие в праздничном богослужении, это сейчас и обсудим. На связи со студией Енисея, митрополит Костяновский-Ячинский, Пантелеимон. Владыка, здравствуйте! Добрый день! Владыка, а вы сами как от коронавируса спасаетесь? Я спасаюсь действительно самоизоляцией. Я только по необходимости приезжаю в эпохиальное управление, а так большей частью работаю по телефону с моими помощниками и нахожусь, как говорится, в келье. Но для этого очень хорошо проводить время, сейчас и время такое изучать священное писание, еще раз погрузиться в такую атмосферу веры через Библию, через историю церкви. И в том числе, как церковь вела себя в такие испытательные времена, как эпидемии поведения. А вот как себя вела церковь? Вот на моей памяти это такой беспрецедентный пока случай. И на моей памяти тоже, как правило, церковь находилась всегда в эпицентрах утешения, благословения умирающим. В те века люди умирали в основном в эпидемиях, и священники мужественно боролись. Но всегда церковь стояла на позициях сохранения жизни в тех нормах и теми нормами, какие были доступны в знании медицины, гигиены, санитарных каких-то форм, которые были популярны в то время. Не уклонялось от этих обязанностей пропагандировать здоровый, если можно так сказать, образ жизни, спасающий. Владыка, пожалуй, главное, что тревожит людей в крае до конца месяца, по предписанию заместителя главного санитарного врача, закрытые для посещения храмы, пасхальные богослужения, ну, по сути дела, пройдут за закрытыми дверями. Вдобавок, в родительский день нельзя будет посетить и кладбище. Почему все-таки церковь согласилась с такими вынужденными ограничениями и что делать верующим? Все ограничения, которые благословлены синодом, но и нашим разумом, и святейшим патриархом, мы же понимаем, что зло вырвалось наружу в виде того, что называют коронавирусом. Во все времена такие испытательные моменты закрывались города, закрывались деревни, в домах люди находились. Все, что сейчас предлагает нам медицина, культура, самосохранение, обязаны в строгом режиме, как послушание все православные выполнять, сохраняя себя, детей, семьи, близких. И, конечно же, испытать себя. Святейший назвал это время божественной благодатью. Это действительно особое время испытать нашу веру и в изоляции, удаленно от храма на какой-то период вот таких серьезных и очень даже серьезных явлений. Это пройдет, и мы вернемся в храмы, и будем торжествовать. — Владыка, вы знаете, такое ощущение, что люди не совсем восприняли вот эти все увещевания, потому что в вербное воскресенье в храмах народу было полно. — Совершенно верно, дорогой Ян. И мы это видим и работаем. И особенно вербное воскресенье показало, но не так много, как было. Ведь тысячи людей приходили. Не так уж было много, но все равно это даже как-то насторожило. В плане, конечно, в духовном все это радостно, что люди пришли. Но, однако, такая смелость, она представляет определенную опасность. Поэтому мы объясняем в своих проповедях, и священники в этом плане работают. Нам нужно сохранить Пасху, а не хоронить. И мы стараемся это донести до людей. И соглашаемся со всеми тревогами, которые проявляют и специалисты, и государство, и церковные наши руководители. Их сами мы на местах. — Ну а сами прихожане, вот они как относятся к таким вынужденным мерам? Как они реагируют? Ведь на Пасху в храм приходили даже те, кто редко посещает церковь. Я не думаю, что люди не поймут. Мы надеемся, что ответственность и всю серьезность ситуации наши верующие понимают. Действительно, пришло время, которое Господь дал нам испытать себя, нашу веру, в таких условиях, которых никогда не было очень давно, и которые пройдут и не будут. И вот здесь нужно каждому верующему не скорбеть, не страдать, а принять достойно. Я бы сказал, стоически, героически и спокойно, с глубокой верой, наблюдая и трансляцию, провести Пасху у себя дома, превращая квартиру, дом, где бы человек ни жил, в маленький домашний храм, чтобы потом с большим усердием вернуться в Божьи дома здоровыми людьми. И мы призываем оставаться дома, хранить преданность Господу, хранить любовь к жизни, и тем самым и бороться за близких, за самого себя, чтобы жизнь на земле продолжалась столько, сколько Господь ее нам отписал. Вот и возникает еще один вопрос, потому что Пасха, это еще есть одна традиция, освящение куличей, освящение другой пищи. Это можно сделать дома, самому? Если человек имеет крещенскую воду, а крапит и прочитает молитву, это будет равноценно. Это будет равноценно. И как сказал один священник, что в такое время дано почувствовать себя священнослужителем, каждому хозяину своей квартиры. Освятить, потому что молитва человека, она освящает. Ведь надо вспомнить 20-е столетие. Мы так и освящали. Батюшки были далеко, храмов было очень мало. Заранее, конечно, воду ездили, ведь иногда за тысячи километров храм. Раз в год или два. И, конечно, священники давали молитвы, переписывали дома, читали, освящали, зажигали свечи и встречали Пасху. И сами же, что дозволено и позволительно мирскому человеку, Мирянину, читали пасхальные каноны, песнопения. И, в общем-то, чувствовали великое пасхальное торжество. Владыка, вот вы упомянули о телетрансляции, которая будет на телеканале Енисей. Но многие приходят в церковь в праздники для того, чтобы ощутить вот это единение. Как вы считаете, вот телетрансляции, вот такие современные технологии, они помогут ощутить это единство? Я считаю, что и помогают, потому что церковь есть тело Христова, единое и неделимое. Поэтому современные возможности помогают нам ощутить и в современном мире, в 21 веке, наше единство и для нас, духовенства. Мы не будем чувствовать, что только мы молимся при закрытых дверях, торжествуем за весь народ. Мы с пасхой будем торжествовать при помощи современных коммуникаций. И вообще нынешняя трансляция, я бы сказал, молодежным языком такая особая фишка. Телеканал Енисей объединяет своим вещанием, охватом весь великий Красноярский край и, наверное, даже заходит за границей. Тем более для нас очень важно видеть и ощущать друг друга православным в пасхальную ночь в огромном крае. Еще 30 лет такого не было и не знали, есть ли мы, как верующие. Сегодня мы видим большая семья, единое тело. Поэтому слава Богу, что такой канал есть и можно им воспользоваться для такого единения через современные коммуникации, через канал наш краевой Енисей. Владыка, но я так понимаю, что мы увидим полностью трансляцию всего богослужения? Совершенно верно. Трансляция начнется в 23.30. Это еще будет 18 апреля. А завершится воскресенье, как и полагается, в 2 часа 30 минут. Такова специфика пасхального ночного богослужения. Объединяется в неразрывную цепь связь времен, связь душ и сердец верующих людей и всех граждан, кому даже интересно наблюдать празднование Пасхи православных христиан. Владыка, большое спасибо вам за беседу, большое спасибо за наставление и поздравляю вас с наступающим праздником. Храни вас Господь, так же вас. И спасибо за такое необычное общение, как сегодня. На связи со студией Енисея был митрополит Красноярский Иачинский Пантелеймон. Еще раз напомню вам, что в субботу, 18 апреля в 23.30 на телеканалах Енисей и ОТР, где выходят наши программы, начнется прямая трехчасовая трансляция пасхального богослужения из Красноярского храма Рождества Христова. Оставайтесь дома, включайте телевизоры на Енисей или ОТР и присоединяйтесь к празднику. Это была программа «Интервью». Всего доброго, до встречи. Субтитры создавал DimaTorzok